Родок 3 Сейчас там, наверное, стоит Вот другого, где нас такие виды? Это, наверное, К-22 Токио на ронду, как тип Родок 3 Лайснерс Да, все управляются А, там для детей Угу Ну что Там еще просто люди Да, К-26 Это, не К-22 Даже узнал, видишь? Ну, страшно было на таком кататься Смотри Как на этажарке Ну, этот, как мимино На таком корову перевозил Чьи-то брит Чьи-то наверное Да Вот он на таком вот летал Вот А здесь вот такая была кабина Смотри Как Страшно, наверное, было Как это Вот А это, это Вот планеры были В Елгаре В Елгаре И в Далгаре И в Далгаре Тут Летать Может летать Только вот эта реплика Она в 82 году Сделана для кинофильма Перелет Атлантики И до сих пор Ее держим Ну, таком Полулетном состоянии Когда юбилейные года Мы ее Подготавливаем Тут аэродром Аэропорт этот остался Действующий И взлетаем Оригинальная В центре города Разбитая Ну, что ли там Военный музей Какой это год? 33 А Реплика На Як 12 В 82 году Создавалась В 83 году Фильм Выходил на всесоюзные экраны В Литве Бестселлером был Все ходили Оригинальные гробы Но в них Тела не Не были Тела были В металлических гробах Запаяны Но Некрасиво выглядели Сделали такие Декоративные Накладки Потому что Покоры должны были быть Очень Шикарные Государственные Но Аэроклуб придумал Тела бальзонировать И Таким образом Вот эти Оригинальные Накладки Гробов Остались Литуанику Никто не подбил Она просто заехала В лес Ну Так Так уже Случилось Теперь так Выход На Улицу Ну Уличную экспозицию Через эту дверь А так Ходите Там что-то Написано Хорошо Все Спасибо О Смотрите Да Топло Заливается Даже Ходится Ну Налить Все Натуральная Вот Этот Так Это что Пипер Год Какой Непонятно Так Это был В 1993 году Пипер Ну Очень страшно Так 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 А Это все Бумага На бумаге Летали На бумаге Летали Он летает Оригинальный Был такой же Он сделан на Я-52 просто Здесь Здесь У того Видишь Что тут были трубочки А тут все есть Ну Даже в летном состоянии Реплика В Литве Был один самолет Такой Боевой О Видишь тут даже написано Какие-то призвания Кто Летал на них Спонсоры А Постройки этого Кто давал тогда деньги А А Он летел в 33 году Получается Нью-Йорк Каунас До Нью-Йорка Долетел О Мое У него все На тросиках Вот Смотри тросик трется И Вот этот лонжерон Поднимается Верхний Все Оторвался И Ух Ну А Запасного Нету А тут тоже Все на тросиках Посмотри Вот Все на тросиках И причем там В кабине дергаешь тросики И Вот тут вообще тоненькие Смотри О Мое А Это бумага Это Видишь А тут дырки были Их залатали Вот На таких кстати Войну летали Просто Энтажерки Эта пуля пробивала Поэтому они горели Это все Это дерево Да Ужас Да Ужас Да Вот он Оригинал Видишь Тридцать четвертый год Долетел до Америки До Нью-Йорка Это кто-то Это кто-то Антанас Густав Тис Будет по нему почитать Вот так он вот видел И вот кто летал на этом самолете Я понял что в Литве был один самолет Да Небогато Да Небогато Да О Тут даже крутится Смотри И это вот так все деревянное На дереве летали На этажах Поэтому и говорили на дубредке Летаешь на табуретке Ну Гробы так А что? А вот они Видишь свалились Катастрофа Была Вот И вот как он летел А в деревья сломался Смотри И вот он Остатки Ну так оно деревянное И на том месте получается вот такой же знак стоит А вот они в гробах Лежат Вот Все обгорели А они забальзамированы где-то Ужас Да Ну а это что ДОСАВ аккумулятор тут уже и жесть это двигатель на которых летают это турбореактивный принцип самолета такой же есть вот они смотри как можно посмотреть на чем сейчас летаем только уменьшенные штуки вот тут и написано вот турбореактивный двигатель и щенка но какой-то маленький ну то не ходишь просто ткани открыли как картины пишут а это все из дерева надо не дюралька дюраль алюминий а и вот все внутри вот на такой этажерка летали то есть когда садишься самое главное дырку не сделать она страшно страшно так пометать а еще тепло получается что здесь всего двигатель мощный хвост а тоже лишь он такой все самолеты такие тонкие вот вертолетная вертолетная судя по этому уроке то есть здесь сгорает туда вылетает и там еще он на таких вообще он летает на салазках что пойдем на улицу все что осталось от досав вот кто-то строил автожир но страшно может но такой штуки вот и высоко а вон они тоже летают смотри в горах он и тех он вообще какой-то разбрасывали понятно вот тоже смотри вот этот вот это фактически самолет даже еще моторчик есть смотри винт а это планера даже кто-то разбился на плане здесь вообще вот летишь и тебя туда внутрь сажи смотри садит но он кстати этот немецкий да это был военный смотри военный и так этих кидали ну шпионов на таких а вот реактивный учебный и искра польский надо думать что ушки такие же были это он два было и один но то есть инструктор другой летчик и кто-то делает так то есть инструктор ну вот тут внутри у него зеркала посмотрю здесь разные чтобы все видеть это боевой вот тут вот зеркало там зеркало, как в машине. Вертолет. Как же они сюда его затащили? О! Тоже этажерка, да? О! А это эти. Смотри. А это летает на летом. Огорелка, смотри. С... 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 Ну, же, в 20 веке начали. Летали на таких. Тигр, посмотри. Да, классно. Я кто-то маску забыл. Ты сидел? Ну. А вон там можно сесть. О! О! Пойдешь? Залази. Пока. Масло пахнет. О! Так надо налетное. Или там нет? Налетное нельзя сейчас. Ну, сейчас сейчас фотка. Ну. Так а там что? Мотор, газ. От винта. Да. Чи- 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 Чи. И вентилятор, чтобы обдувать. И там пассажирам говоришь. Так, внимание. взлетаем на одной рукой берешь на ты правой хватаешь вот так за ручку и газ нажимаешь вот все и поехали но они не залезают маленькие за маленький для меня не залезу а вот это вот за ты на такое летали это жарко вообще на такой летали сгор так если лестница есть то сюда тоже можно сесть они открыли их а это закрывается а так открытая нужно открываться нет она да она должна как-то вверх а там а той стороны есть посмотрим андр тут закрыта потому что нет тут нет . а как же она она откралась наверх нет я точно ну или туда прокидывалась наверх как ты не поместишься все помещались это не поместишь но они были меньше так что не открывают как же они так делали не очень хорошо а ну вот вот и можно утопить а ты закрывается а чтобы открыть на то кнопочку нажать но но интересно что что да так так ставили не сумели открыть на а тут вот есть открывашка тут тоже не открывается а в том открывается а тут есть мы же все поделка но это уже как на этажерке вот нет что идем на улицу ну да интересно а ну так это и было здание аэропорта пошли построить нет так мы еще машину пойдем посмотрим это у нас кауновский аэропорт был раньше пассажирский волга это я вот не знаю что такое какой то стол может для заправки управление ввод отказов а ну это заправка волга газ 2410 а этот кукурузника ой сколько сложного механизма посмотрел кукурузники то очень сложно и все тоже на тросиках а посмотри не так вот тут вот вот это вот если порвалось то все падаешь сколько релюшек это вот кабина когда у вас и летает какой этот ан-22 или ан-24 по-моему называется пойдем внутрь жалко что не пускают туда раньше можно было сидеть там кабине и боржуйка а я тут видно как кабине можно посмотреть только сейчас раньше можно было сесть а сейчас нельзя сесть там сбоку вот и все построено на тросиках вот на таких вот и тоже порвался тросик и все а вот здесь вот можно было стоять и встречать гостей вот это же здание аэропорта вот здесь можно было встречать гостей здравствуйте вы прилетели с какой миссией ну что у нас тут вертолеты вон какой-то бункер а вот такой вот да купился летает смотри вот тут это были раньше учебные все кислород медицинский можно даже посмотреть вот здесь вот крутишь медицинский кислород есть? вот тут можно все покрутить смотри тут можно что-то накрутить на самолет смотри какие в боках смотри тут путь все и закрыли и на защелку все вот здесь разные заборы вот такой учебный альбатрос назывался этот самолет тут непонятно что да сейчас так вот ан-24 б это тоже взлетал он он корова называли ее что корова летающая да этот самолет называли летающая корова а что он летающая корова не знаю о а где же он залазил сюда а это радиоотсек какой-то а как же они вовнутрь залазили а вот она нажать ручку повернуть не нажимается утопили не открывается но я сумел все-таки открыть эту ручку смотрите е-мое открывается и что там внутри вот можно летать было да ой е-мое тяжелая ручка тяжелая и чертые руки теперь ну ничего зато мы открывали люк на самолет здесь действующий сейчас вот самолетик полетит вон он что интересно если ему взлет это как в Риге коммерческий этот тут везде охрана ну что пошел он на взлет да пошел на взлет о пошел 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 да и взмыл в небо хорошо пошел хорошо пошел он сейчас будет что разворачиваться на нас нет да и вот что это подергали теперь пошли подергаем это боевой военный ну так он же боевой все правильно вот тут у него пушка посмотри это пушка стреляла реактивными снарядами вот здесь вот вот он боевой сейчас посмотрим его название что-то очень старое это у нас МиГ-21 в 50-е годы ну вот карбоновая штучка а у него еще торпеда или бомба вот здесь посмотри бомба тоже надо было страшно на таком летать один человек и посчитает ты летишь на как на ракете у тебя двигатель ракетный и все и ты на месте вот сейчас этот сейчас летает на Далгупилсом такой Ан-2 да кто хочет может покататься Ан-2 Балтик Вей вот такой ход ну это еще летают да а вот это что у нас такое это у нас Аэро Л-29 а на таком училище я знаю учились в Досафе летать вот у него тоже ручка есть и правда она уже все заржавела эта штука уже не полетит это так макет макет вертолетики летают да могу красиво заходит сел какая-то летающая лодка или сейчас мы на нее посмотрим вот такой амфибии я не видел прикольная аэросани я думаю мало конечно что сохранилось но вещь вот эта редкая она наверное может ездить и по снегу и по воде ой еще один заходит смотрите да супер русские ну вот это классная вещь самолетный двигатель описание он крутится еще смотрите его даже наверное можно восстановить номера все есть крутится еще еще можно его запустить да такое не видел а можно внутрь посмотреть это такой как вот и он и по снегу ездит и ездит по воде и вот этими рудями управляет вот вот этими то есть вот так вот поворачивает смешно вот эти как надувается прикольно скорость тоже наверное большая и здесь тоже да и вот там как-то глиссер открывается и закрывается здесь не закрывается так а что этот маленький о полиция вот это тоже какой-то смешной жалко что нет названия нельзя все да а мы ходим а он наверно ездит ну пусть и сама мы уже сошли мы посмотрим если что нам скажут мы увидим вот пожарные машины каланская команда а тут действующая авиапада о смешной автобус даже еще на номерах музей они на нем приезжают когда-то на праздник города ну а там хус отодрали у него да это спасательная почему там выход да был из музея ну это вообще какой-то пластиковый посмотри я даже не знаю что это такое а тут конечно прикольно что пойдем тут хотя мы такое же видели уже ну пойдем поближе посмотрим пойдем поближе посмотрим а вот в этом знаю о таком фургоне перевозят эти дельтапланы их хранят уже и тепло прямо стало вот там какие-то хвосты он точно такой же как и стоит а только винта нету я думаю что он уже тоже никуда никогда не полетит это больше уже металлолом а там он хвост вертолетный валяется смотри а вот крылья от него сложили он отодрали хвост может упал все авиационное да точно это хвост того который там стоит видишь он его поломало как круто на нем уже давно стоит а и он тоже был вот тканевый вот из такой ткани вот видишь ну да он очень маленький какая-то будка они наверно что-то покупают вон смотри вещи я чуть-чуть поднялся солнце зашло уже и все и опять холодно но это смешно вон оттого видишь хвост а мы за городку зашли вот от этого смотри хвост отбился хвост мы там видели а вот он на попу сел видишь вот у него авария была конкретно его разворотило там прям все видно что только возили вот только какой-то спасательный нет а и вот это подмола тут ноги кто-то неаккуратно летел в Москве это они купили получается транспортный великоптер Ми-8Т в 2003 году или нет а в 62 он стал летать он упал в Акске море и из 6 двое погибло да другие выжили вот такая история высота подъема 4500 метров летал 450 километров запас хода максимальный подъемный вес 3700 и общий вес у него 7 тонн 3 члена экипажа да так что здесь была смерть ужас что это был Кауновский музей авиации а мы поедем дальше смотрите что будет так что как и так что все это выдает